С Dreamy H13 Pro фраза «Вот если бы он еще сам по квартире ездил» становится не такой уж фантастической, потому что он действительно ездит сам. Моторизованные колеса ведут пылесос вперед или назад, от вас требуется только направлять его в нужную сторону, причем это можно делать двумя пальцами, не прикладывая усилий. Помимо этого, Dreamy H13 Pro подсвечивает рабочую зону, сам регулирует мощность, стирает валик в горячей воде и сушит теплым воздухом, поэтому не удивляйтесь стоимости. Действительно ли перед нами лучший моющий пылесос 2024 года или это удачная пиар-компания маркетологов? Разберемся, насколько хорош H13 Pro на самом деле и стоит ли за него выкладывать 55 тысяч рублей. Первым делом рассмотрим комплектацию. Моющий пылесос, изучим его позже. Док-станция, такая же внушительная, как и сам пылесос. Ди-образная рукоять с кнопками. Запасной валик, такой же, как в лапе. Фирменное моющее средство. Йоршик Джеймса Бонда, в рукоятке скрытое лезвие. Кстати, у Йоршика есть и неочевидное применение, очень полезная штука. Ну и, конечно, книжечка по ремонту и обслуживанию на разных языках, включая русский. С учетом цены за пылесос в коробке хотелось бы найти запасные фильтры, но большой проблемы в этом, конечно же, нет. Они широко представлены на маркетплейсах. Из характеристик самая примечательная сила всасывания. После уборки пол должен быть сухим. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать в закрепленном посте», подборки и детальное сравнение. Горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов – все это вы найдете в телеграм-канале BestRobot. Ссылка в описании под роликом. У Dreamy H13 Pro привычный для производителя дизайн типа тубус. На противоположных сторонах цилиндрического корпуса помещаются резервуары. В торце – круглый дисплей. Внизу – лапа с валиком. Вверху – рукоять на штанге. Резервуар для чистой воды, продолговатый объемом 900 мл. Горловина широкая, можно набирать из-под крана. Клеммы нужны для питания модуля стерилизации. Пылесос моет пол обеззараженной жидкостью. Макароны упали на пол? Ничего страшного, можно собрать их обратно в тарелку и продолжить завтрак. На панели под резервуаром информационная наклейка. Подробности в стоп-кадре. Бак для грязной воды вставляется с лицевой стороны. Он состоит из двух частей – колба полезным объемом 700 мл и блок с фильтрами. В нижней части – электроды, контролирующие уровень наполнения. И сетчатый поддон, в котором скапливается крупный мусор. Для удобства обслуживания поддон можно снять. В верхней части – клеммы и фильтры. Сетка и прорезиненный хепа. Можно мыть под краном. Моторный блок скрывается за логотипом Dreamy. По бокам расположены выпускные решетки. Лапа стандартных размеров со съемным крылом. За счет узкого фиксатора валик выходит к стене с двух сторон. Слепая зона до 5 мм. Вам не нужно постоянно подходить к плинтусу справа, как у большинства аналогов. С Dreamy H13 Pro можно мыть в любую сторону, что гораздо удобнее. Также обратите внимание на гребенку в раструбе. Она должна счищать наматывающиеся волосы. Валик плотный, средней мохнатости. Качество исполнения высокое. Внутри полый, чтобы помещался ротор. Длина валика – 26 см. На 2 см больше среднего показателя. Смачивается равномерно через 12 форсунок над гребенкой. Еще выше – 6 светодиодов для подсветки рабочей зоны. На подошве все привычно. Силиконовый скребок и опорные ролики за раструбом. Волосы будут наматываться нечасто. Главная особенность лапы – это моторизованные колеса. Во время уборки они ведут пылесос вперед или назад, в зависимости от направления движения. Нагрузка на руку минимальна. Ты чувствуешь себя не бесправной горничной, а настоящим повелителем пылесоса. Пылесос на полкило тяжелее аналогов. 5 кг без воды, но в управлении легкий, как пушинка. Рукоять, как обычно, вставляется до щелчка. А чтобы снять ее, например, вы захотели забрать пылесос на дачу, нужно просто отжать фиксатор, просунув отвертку в отверстие на задней панели. Здесь же расположен динамик и кнопка отключения голосовых оповещений. Рукоять диобразная. Дальняя кнопка включает, выключает мотор. Ближние перебирают режимы. Всего их четыре. Автоматический режим. В этом режиме H13 Pro сам регулирует параметры уборки в зависимости от загрязненности пола. Режим торба. Максимальное смачивание, максимальное всасывание, кот убегает в другую комнату. Режим ультра. В этом режиме пылесос не просто моет пол, но и дезинфицирует водичку. Режим всасывания. Максимальная сила всасывания без подачи воды. По сути, это режим сухой уборки. Выбранные режимы, а также системные уведомления и заряд аккумулятора отображаются на дисплее. Еще обратите внимание на кольцо по периметру дисплея. Оно показывает степень загрязнения пола. Зеленое кольцо. Значит, у вас чисто, как в операционной. Оранжевое. Значит, собака пришла с прогулки после дождя. Красное. Нужно надевать резиновые перчатки и противогаз. Сзади кнопка самоочистки. Она работает только после парковки на док-станции. Она представляет собой фигурный поддон с углублением для валика. Во время промывки валик вращается на горячей пластине, которая подогревает подаваемую в раструб воду. После промывки станции обдувают рабочий инструмент теплым воздухом, чтобы процесс высыхания шел быстрее. Кстати, это первый пылесос в лаборатории, у которого не один, а два режима самоочистки. Быстрая и глубокая. Если нужно быстро промыть валик и продолжить уборку, нажимаем кнопку один раз. Если нужно основательно промыть валик в конце уборки, нажимаем кнопку дважды. Впечатление от первичного знакомства с Dreamy H13 Pro я бы описал как полный восторг. Крутизну пылесоса можно увидеть и даже почувствовать на ощупь. Ну а как он справляется с уборкой, узнаем по ходу тестов. В турборежиме подопытный работает 29 минут. Это средний показатель. Батарея несъемная, подзарядка занимает 4 часа, но аккумулятора хватит даже на большую квартиру. Потому что в основном вы будете работать в автоматическом режиме, а это порядка 37 минут. Лично мне возможности аккумулятора хватило с головой. Неспеша помыл 80 квадратов, при этом израсходовал 2,5 бачка воды. Остатки третьего бачка пойдут на самоочистку. Уровень шума на удивление низкий. В диапазоне 65-69 децибел, в зависимости от выбранного режима. Звук мотора приятный, по ушам не бьет. Не уборка, а какая-то музыка, я бы сказал. При этом с мощностью полный порядок. В автоматическом режиме легко вытягивать 2,4 мм, а в турборежиме спокойно вычищает весь стенд, включая сантиметровую щель. По мощности всасывания Dreamy H13 Pro не уступает обычным палкам. Поэтому пылесос можно использовать в том числе для сухой уборки. При экстремальном загрязнении, как у меня, нужно делать по 4 прохода на открытых участках и по 3 прохода в пристенных зонах. Боком вести насадку не обязательно, даже при фронтальном подходе валик нормально подбирает соринки. Это плюс. Обратите внимание, что весь крупный мусор в поддоне пылесборника. Его можно выбросить в мусорную корзину, чтобы не забивать канализационную систему. Ковролин пылесос убирает даже быстрее. Хватает трех проходов в центральных зонах, а вот на периферии приходится возиться дольше и обязательно с боковым подходом, иначе у бортов остаются соринки. Мощности всасывания хватает даже для уборки мохнатого ковра, но только на поверхности. Вычесать окопавшиеся в глубине соринки валик не может. Для этого нужна щетинистая щетка. После экстремальных тестов на инструмент намоталось немного волос, а в раструбе застряла целая куча мусора. Для столь суровых испытаний пылесос, конечно, не рассчитан, но с профилактической сухой уборкой справляется на ура. Теперь переходим к профильным тестам. Как насчет влажной уборки? Разлитые жидкости DreamH13 Pro затягивает с одного прохода в автоматическом режиме. Кофе, молоко или сок – вообще без разницы, силы всасывания хватает с запасом. Вдоль стены тоже проблем не возникло. Непромытыми остались 1-2 мм, не более. Валик работает почти вплотную. Свежий кетчуп и майонез не доставили трудностей – 4 прохода и пол блестит. Разбитое яйцо улетает в раструб еще сантиметров за 10 до подхода валика. Наглядная демонстрация мощности, предварительно измельченную скорлупу тоже собрал легко. Макароны упали на пол, а ваш лохматый пылесос ушел гулять? Не беда. Берем DreamH13 Pro и откусываем от кучки по чуть-чуть. Несколько движений и доширак-тест пройден. Кстати, макароны плотным брикетом набились в камеру для сбора мусора. Сепарация работает отлично. Кофейный прямоугольник в режиме ультра отмыл за 2 прохода, не считая окантовки. С ней пришлось еще повозиться. Большую часть томатного сока отмыл за 10 проходов. Но отдельно присохшие крапинки все-таки остались на стенде даже после 20 проходов. В этом тесте DreamH13 Pro уступает аналогам. Зато кетчуп отмыл сравнительно быстро. 16 проходов при среднем показателе в 35. Но все равно это слишком долго. Такое загрязнение проще отмыть вручную. Грязь убирает за 10 проходов без промежуточной самоочистки. Валик успевает промыть себя прямо во время уборки. Это преимущество 12 форсунок, которые я показывал ранее. В целом DreamH13 Pro показал топовые результаты. По сбору жидкости это лучший пылесос на данный момент и один из лучших по отмыванию грязи. После уборки квартиры валик выглядит чистым. Есть малозаметные серые полосы, вор слегка примятый и слившийся. В лапе имеется небольшое засорение в виде шерстяных комков над гребенкой и в раструбе. Ставим пылесос на станцию и нажимаем кнопку самоочистки. Независимо от выбранного режима, станция работает с валиком 3 минуты, чередуя вращение валика на разной скорости и всасывание жидкости в бак. Отличается только расход воды. На быструю самоочистку станция тратит 90 мл. На глубокую, 150 мл. Смотрим результат глубокой самоочистки. Валик распушился и стал как новенький. Волос в раструбе и на гребенке не осталось. Все улетело в пылесборник. Теперь, что касается экстремальных загрязнений. После тестов с жидкостями наблюдаем бежевые полосы в промежутках между форцунками. До конца промыть валик не удалось. Он, конечно, выглядит гораздо лучше, но полосатость по-прежнему прослеживается. После продуктовых тестов валик липкий, можно даже сказать омерзительный. Но через 3 минуты он уже пушистый и приятный на ощупь. Совсем другое дело. Вот как выглядит валик после кофейного теста. А вот результат самоочистки. Почти идеально. Сильное загрязнение после сока. А теперь результат самоочистки. Получше, но ворс окрасился. И отстирать его без мощного средства не получается. Та же самая ситуация после теста с кетчупом. Распушить удалось, отстирать нет. После грязевого теста валик потемнел. По всей поверхности земляные следы. Самоочистка существенно улучшила его состояние, но до идеального результата нужно тестировать в раковине. По итогу принципиальной разницы в качестве самоочистки по сравнению с моделями без подогрева воды я не заметил. При регулярной профилактической уборке Dreamy H13 Pro будет содержать себя в чистоте без постороннего вмешательства. Но если в доме серьезное загрязнение, валик придется периодически стирать вручную. Пора подвести итоги. Dreamy H13 Pro выступил на все деньги. Пластик высокого качества, сборка внушает доверие, конструкция продумана до мелочей. Пылесос тихий и мощный одновременно. В режиме всасывания глубоко вычищает тонкий ковер, а во время влажной уборки собирает жидкости практически насухо. Валик смачивается по всей длине, быстро вытирает легкие загрязнения и даже с экстремальной грязью справляется хорошо. К самоочистке претензий нет. При регулярной уборке пылесос будет поддерживать себя в чистоте. По системе оценки Бастроба, Dreamy H13 Pro набрал 94 балла и, естественно, занял первое место рейтинга. Если финансовая сторона вопроса не смущает, можно смело ставить галочку в блокноте. Кот настолько проникся уважением, что охраняет этот пылесос практически как сфинкс свою пирамиду. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и нажал лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров! Субтитры сделал DimaTorzok